Сегодняшний концерт принадлежит к абонементу эпоха романтизма «Высокие влиярки». И три произведения, которые будут на нем исполнены, это три шедевра романтической, симфонической и инструментальной вообще в широком смысле музыки. Они представляют три жанра, очень характерные и для эпохи романтизма, и для эпохи классицизма. Так что можно говорить о том, что в этом смысле сочинения сегодняшнего концерта продолжают и опираются на истоки классического искусства. Прежде всего, это концертная овертюра, жанр, который обособился в эпоху романтизма от оперы и даже обособился от спектакля, от драматической пьесы, и исполнялся совершенно отдельно. Первую в истории романтической музыки концертную овертюру, написанную для и исполнявшуюся специально на отдельных концертах, написал Феликс Мендельсон в Артольде. Мы уже слушали эту овертюру, это «Сон в летнюю ночь» комедии Шекспира. Но вот то, что сегодня мы послушаем, было написано Робертом Шуманом, другом и сподвижником Мендельсона. И это уже не юношеское произведение, а наоборот, произведение позднего Шумана, произведение очень редко исполняемое. Это концертная овертюра к пьесе Шекспира «Юлию Цезарь». Ну, нужно сказать несколько слов вообще о позднем периоде творчества Шумана и о том сложном психологическом состоянии, которое переживал композитор в 40-е и 50-е годы, которая так драматично завершилась его кончиной в 1856 году. Наверное, все знают из биографии Роберта Шумана, по которой можно написать, и, наверное, написан не один роман, о том, что первую половину жизни этот неистовый романтик, этот трижды романтический мастер провел в борьбе за свою любимую девушку Клару Вик. Борьба эта, которая встречала на своем пути, вот их любовь встречала на своем пути сопротивление и со стороны отца Клары Вик, и множество других сопротивляющихся сил, которые противостояли счастью влюбленных, и, однако, они счастливо соединились, преодолев все эти препятствия, не буду вам о них рассказывать, потому что не эта тема нашего рассказа. И закончились они тем, как заканчиваются все сказки, они, наконец, поженились. Произошло это 13 сентября 1840 года, на следующий день после того, как Клара стала совершеннолетней, ей исполнился 21 год. И вот с этого момента начинается очень интересный и сложный период, о котором в сказках не пишут, но который и составляет собой сущность и проблематику позднего шумановского творчества. Оказалось, но так часто в жизни и бывает, что реальный брак с талантливой пианисткой, незаурядным музыкантом таил в себе множество проблем. И эти проблемы вызвали к жизни обострение психического заболевания Шумана. Подробно об этих проблемах, в общем, не принято говорить, и никто об этом так подробно не пишет, но мы знаем, что брак этот дал трещину чуть ли не с самого начала и завершился полной катастрофой в 1854 году, когда Роберт Шуман мочимы призраками, мочимы галлюцинациями и чувством собственной ненужности и отяготился положением лишнего человека, третьего лишнего в своем доме, решил не мешать счастливому союзу Клары с молодым Лиоганнесом Брамсом и покинул этот дом, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Он бросился с моста, так гласит легенда, подобно герою своего вокального цикла «Любовь и жизнь поэта». Но его спасли рыбаки, состояние его было абсолютно безумное, он впал в полное безумие, не узнавал никого, был в лихорадочном возбуждении и сам попросил отвезти себя в психиатрическую больницу в Эндених, где он и провел последние два года своей жизни, с 1954 по 1956 год. Единственным посредником между Кларой и Шуманом в это время оказался как раз молодой Лиоганнес Брамс. Только его Шуман признавал и принимал у себя, и только Брамс приносил Кларе вести о состоянии мужа. Затем Шуман решил сознательно уморить себя голодом, он отказался принимать пищу и умер 29 июля 1856 года, и только в последний день Клара присутствовала перед его смертным удором. Но вот такая драматическая история. Психологи и музыковеды, конечно, пытаются объяснить, что же такое произошло и в чем заключалась вот эта вот драма. Вероятно, Шуман, как и позднее Густав Малер, если бы он прибег к помощи психоаналитиков, он бы получил такой вердикт. Мы знаем, что Густав Малер получил вердикт от Зигмунда Фрейда. «Вы страдаете, — сказал ему Фрейд, — идеализацией женского образа. В каждой женщине вы видите Марию, образ Марии. А женщине это не нужно. Женщине нужна реальная любовь, а не поклонение и обожествление. Вероятно, если бы на пути Шумана возник какой-нибудь опытный психоаналитик, он бы мог ему объяснить. Но мы лишились бы большей части его творчества, потому что, излечившись, вероятно, от своего комплекса Марию, Шуман бы не написал все свои самые комплексы Клары, которые он называл Клара, Клариссима, Клара, Кориссима, Кориссима, Клара, светлейшая Клара, яснейшая Клара, он бы не написал все свои фортепьянные произведения, которые были пронизаны вот этим самым комплексом идеализации. Но важно, что после 1840 года Шуман переродился. Он стал писать меньше, и из его творчества абсолютно уходит фортепьянная музыка. Все, что было создано с мыслью о Кларе, как он писал. Он ищет себя в других жанрах, и он мыслит себя как продолжатель бетховенского наследия. Его творчество становится все менее и менее романтичным, и в его творчестве все более и более проявляются классические черты. И вот в 1851 году, когда Роберт с Кларой переезжают, а они меняют все время города, начинают свою совместную жизнь, они в Лейпциге, потом они переезжают в Дрезден, и, наконец, они переезжают в Дюссельдорф в 1950 году, Шуман вознамеривается создать несколько концертных симфонических увертюр, поскольку он занимает пост в этот момент капельмейстера Дюссельдорфского оркестра симфонического. Шуман в эти годы уже тяжело болен. Он не может добиться от оркестра подчинения своей воле. Оркестранты деликатно пытаются намекнуть Кларе, что неплохо было бы нанять какого-нибудь ассистента, чтобы он выучивал сочинение Шумана с оркестром, что они не могут понять его импульсивную жестикуляцию, оркестранты не могут следовать за ним, но Клара не может этого сказать своему мужу, и она, в общем, как-то уходит от обсуждения этих всех проблем. Но вот в это время Шуман чувствует себя подобно незверженному Титану. Вот все приближается к его катастрофе, он чувствует, что он играть не мог, он давно уже играть, но теперь он не может и дирижировать, от него постепенно уходят и его творческие гении, все реже и реже вспышки какой-то творческой активности. И в это время, в это тяжелое время Шуман обращается к Шекспиру, своему с юности любимому поэту. И он обращается к Шекспиру, чтобы тот ответил на какие-то очень важные, судьбоносные вопросы. Собственно говоря, так к Шекспиру обращались все, в свое время все великие художники и все великие музыканты, и музыканты-романтики тоже. Шуман обращается к одной из самых мрачных исторических трагедий, исторических хроник Шекспира Юлий Цезарь, написанной в 1601 году. Этот год, как пишут исследователи, для Шекспира был годом трагическим. Биографы Шекспира не приходят однозначно к ответу, что послужило толчком для перерождения веселого некогда и жизнерадостного молодого человека, сына перчаточника Странсфорда на Эйвоне, в такую философскую трагическую личность. Некоторые даже подозревают, что вообще эти пьесы Шекспира раннего и Шекспира позднего были написаны разными людьми. Но мы все-таки придерживаемся, будем считать традиционно, что это был один человек, просто он пережил какой-то очень тяжелый, Шекспир, кризис. Его покровители граф Эссекс и граф Саус Эптон были в это время казнены, потому что они подняли заговор против королевы Елизаветы. Шекспир чувствовал сгущающийся вокруг себя мрачную политическую атмосферу, и он пытался ответить на роковой вопрос, который он позднее так сформулирует в следующей за Юлием Цезарем своей великой знаменитой трагедии «Гамлет». «Порвалась дней связующая нить, как мне обрывки их соединить?» Вот в чем объединение, в чем ответные роковые вопросы? Зачем истории нужно выдвигать сначала одних личностей, а затем свергать их с престола так, как Юлия Цезаря или так, как отца Гамлета свергли? И вот первая попытка Шекспира ответить на этот роковой вопрос – это его трагедия Юлия Цезаря. Мы знаем из римской истории судьбу этого полководца, который объединил всю громадную невероятную империю, а затем был свергнут и убит в результате дворцового переворота. Причем трагическая ирония заключается в том, что убит он был своим же другом и своим учеником, можно сказать, ставленником. И вот Шекспир впервые вкладывает в уста Юлия Цезаря эту знаменитую крылатую фразу, которую мы все повторяем, которую он говорит своему ученику, увидев в руках нож. «И ты, Брут, – спрашивает он его, – и ты вместе с ними». И Юлия Цезаря на самом деле поражает не убийство, не потеря императорского титула, а предательство ближайших друзей. И это, можно подумать, было каким-то основным мотивом размышлений Шекспира в то время, когда он создавал Юлию Цезаря. И надо сказать, что это отозвалось невероятным резонансом и в душе Шумана. В 1851 году он мог тоже чувствовать себя подобно Юлию Цезарю. Он мог спросить также и ты, Брут, у всех своих друзей, которые отвернулись от него, например, у сподвижников по делу создания Лейпцигской консерватории, которые отказали ему и изгнали его из этой консерватории. Он мог спросить так, вероятно бы мог спросить и у Брамса, если бы он, потому что, собственно говоря, аналогия совершенно полная между Юлием Цезарем и Брутом, Шуманом и Брамсом. Брамсом, который был его верным учеником и его верным последователем, а затем стал возлюбленным его жены. В общем, это была, конечно, колоссальная трагедия, колоссальное предательство, и так именно Шуман и переживал это событие. Но так это или не так, все это, в общем, домыслы досужих музыковедов нам никто не может запретить, тем не менее, слышать в этой фоминорной овертюре трагическое предчувствие Шуманам его будущей судьбы, а также видеть первое в истории романтической музыки трагическое прочтение Шекспира, потому что до Шумана все как-то видели в Шекспире Эминдельсон и Вебер, видели создателя мира эльфов, создателя «Сна в летнюю ночь» и, в общем, такого комедиографа, Ромео и Джульетта, лирика и комедиографа. И вот Шуман впервые увидел в Шекспире трагическую личность. Увертюра это было написано в 1851 году, и премьера ее состоялась 3 августа 1853 года, и закончилась, в общем, полным провалом, потому что Шуман, дирижируя, обнаружил, что оркестр его не слушается, не выполняет его указаний. И, в общем, с этого момента он понял, что ему нужно оставить окончательно дирижерский пульт и оставить свои попытки исполнительства в этой сфере. Он был близок даже к мысли в это время, чтобы покинуть Дюссельдов. Ненадолго Клара его успокоила, они отправились в Голландию, и там как-то, в общем, Клара играла произведение Шумана, Шумана оказывали прием теплый очень, голландские музыкальные круги, и он даже уверился, что в Голландии его понимают гораздо больше, чем в Германии, в его родной, и вынашивал какие-то планы переезда в эту страну. Но вот что еще можно сказать интересного об этой овертюре? Дело в том, что Шуман всегда был очень увлечен идеей музыкальных криптограмм или музыкальных таких вот ребусов, зашифрованных имен, зашифрованных при помощи музыкальных знаков, названий городов или каких-то музыкальных девизов. Мы знаем самые знаменитые примеры. Например, город Аш, город, в котором жила его невеста, первая возлюбленная, Эрнестина фон Фрикин, он положил на музыку, сделав основой цикла карнавала, фортепианного цикла карнавала. А, С, Ц, Х, эти буквы, но вы все, наверное, знаете, что ноты можно записывать и латинскими обозначениями букв. Вот эти буквы стали основой карнавала. С самого первого опыта, собственно говоря, свою подругу Мэтту Абеку он увековечил в вариациях на тему А, Б, Г, А, Б, Э, Г, Г. Вот так вот звучит эта первая тема. И становится... Да, становится основой темы вариации А, Б, Э, Г. Ну, и позднее шумом не оставил эту игру в буквы. Танцующие буквы, это выражение из карнавала, встречаются во всех его произведениях музыкальных. Например, своего друга, датского композитора Нильса Гаде, он сделал темой одной из пьес, которая называется «Северная песня» в альбоме для юношества. Г, А, Д, Е. Вот такая тема. Ой, то есть так. Д. Становится темой... С этой фамилией Гаде шумом вообще экспериментировал очень сильно. Альбом для юношевцев заканчивается таким ребусом, который шумом предлагает для детей и для их родителей, наверное. Он записывает эту ноту в четырех разных ключах. В разных ключах вы понимаете, что есть скрипичные, басовые, а кроме того музыканты, играющие на оркестровых инструментах, используют теноровый ключ, и альтовый ключ, баритоновый ключ. То есть разные ключи, которые и в зависимости от расположения этих ключей, ноты читаются по-разному. И вот шумом придумал такую совершенно виртуозную загадку ребус, где один кружочек прочитывается в зависимости от ключей, как четыре разных ноты. И получается вот как раз это имя Гаде. Ну вот его любовь к криптограммам не оставила его и в данном случае, потому что он обратил внимание на музыкальность имени Цезарь. И открывается эта овертюра как раз с темы, которая является музыкальной криптограммой темы Цезаря. Ц, А, Э. Ца, Э пишется по-латыни. Ц, А, Э, С, А. И Р. Вот такая изобретательность. Конечно, это для посвященных, это для музыкантов, в общем, такая загадка. Но это невероятно интересно и увлекательно. И, в общем, понятно, что Шуман до конца жизни не оставлял вот этих вот своих юношеских игр. Он считал, что существует некий эзотерический язык, некий шифр, которым можно зашифровывать содержание. И этот шифр, ну, не обязательно должен быть понятен всем, но тем, кто понятен, в общем, он говорит очень многое. Вот такое замечательное произведение мы сегодня послушаем. Я хочу сказать, что это редкое произведение. И оно стоит в ряду двух других произведений Шумана, написанных тоже в 1851 году, и связанных с великими литературными прообразами. Это «Миссинская невеста» по драме Шиллера, и это «Герман и Доротея» по поэме Гёте. Ну, в общем, мы видим, что литературная эрудиция, литературный вкус Шумана был абсолютно на высоте. В этом смысле он превосходит всех композиторов немецких романтиков и, в общем, дает знать, конечно, его происхождение. То, что детство Шуман провел в книжном магазине своего отца за анеистовым чтением всех фолиантов, которые там находились. И, будучи еще гимназистом, он переводил, что самое интересное, на немецкий язык Юлия Цезаря. Вот это вот он вспомнил в свои поздние годы. Второе произведение, которое прозвучит, наверное, не нуждается в том, чтобы много о нем говорили. Это знаменитый второй фаминорный концерт Фредерика Шопена, друга Шумана, композитора которого Шуман против его воли зачислил в так называемое братство Дэвидсбюндлеров, передовых музыкантов, романтиков, которые противостоят всему костному, всему рутинному в искусстве, консервативному, и кого Шуман называет филистимляними или филистерами. Шопен, надо сказать, от пылкой дружбы Шумана и от этого титула Дэвидсбюндлера он с осторожностью как-то так отходил, открещивался. Но, тем не менее, Шопен и Шуман обменялись двумя очень значимыми посвящениями друг другу значительных произведений. Шуман посвятил Шопену свой самый знаменитый опус для фортепьяно Крислеряну. Шопен посвятил Шуману свои 24 прелюдии, что, в общем, тоже очень значимо. Один из самых значительных опусов. Ну вот, они обменялись такими посвящениями, Шопен и Шуман, но в общем в романтизме не было большей противоположностей. Если первый Шуман был неистовым романтиком, литературно образованным и воспламенявшимся, как мы видим, от любой литературной строчки, от любого литературного сюжета, то второй был классиком. И о нем именно Шуман сказал эту фразу, которую так удачно цитируют в вашей программке, что если бы Моцарт жил в наше время, он бы написал концерты Шопена. То есть убежденным классиком в эпоху романтизма был Шопен. И дело не только в том, что он писал в классических формах, но и в том, что он яростно сопротивлялся, сказала я, но подумала, наверное, не яростно сопротивлялся, а просто не замечал, вот так как-то отстранялся от всех литературных программных толкований своих произведений. Вот яростно сопротивлялся, это, конечно, не то эмоциональное состояние, которое характеризует Шопена, но он предоставлял всем своим друзьям истолковывать свои произведения, приписывать им литературные программы, придумывать весь этот какой-то мир романтической образности и мифологии, а сам он никогда-никогда не говорил на этом языке. Самое удивительное чтение, которое я рекомендую всем, как мое любимое чтение, это чтение писем Шопена. Когда мы читаем письма Шопена, то нас поражает то, каким языком он пишет. Он пишет языком не романтического XIX века, он пишет как прозаик, причем совершенно замечательный мастер слова XX века. Вы знаете, кого он мне напоминает больше всего в своей иронии, в своей нелюбви к эпитетам, ко всем каким-то лишним нагромождениям сложно подчиненных предложений? Бабеля, как ни странно. И какого-нибудь другого прозаика, который также работал, работал, как Бабель работал со словом, выкидывая все ненужное и оставляя только самое существенное. Вот, например, Шопен описывает свое очень такое важное событие. Он посещает внука Журсант. Вы знаете, наверное, о романтической истории любви Журсант к Шопену и о трагическом конце этого союза. О том, что вспыхнула какая-то невероятная ссора. Журсант была женщиной очень экспансивной. И она чуть ли не рукоприкладством закончилась эта ссора. Причем я подозреваю, то есть я уверена, что не Шопен, конечно, использовал какие-то физические аргументы в этом споре. После чего Шопен уехал из Нуана. И больше он с Журсант не виделся, несмотря на все старания друзей. Повод для их разрыва был тоже очень психологически понятный и сложный. Это была ревность, которую испытывал Журсант к своей собственной дочке. Ее дочка Суланж выросла постепенно, и она из такой угловатой девочки-подростков, очень своевольной, она стала замечательной красавицей. Шопен, ну, он очень любил ее, как человек, у которого не было детей, очень любил и понимал эту девочку-подростка. А Журсант ревновала, ну, я думаю, в женском смысле в каком-то, но главным образом сфера влияния ее возмущала. И она не понимала, почему ее дочка слушает Шопена, почему Шопен всегда на стороне дочки, почему он ее всегда понимает, и она очень возмущалась. И вот наступил момент, когда Соланж решила выйти против воли матери своей скульптора Клезандже, Журсант сказала, что нет, это совершенно невозможно, состоялась страшная сцена, и Шопен поддерживал дочку против матери, и закончилось все это вот тем, чем закончилось. И надо сказать, что Журсант не изменила своего решения вплоть до смерти Шопена, и Шопен не изменил своего решения. Но, что самое удивительное, Журсант не общалась и с дочкой своей, даже в тот момент, когда у нее родился внук, у Журсанта. А Шопен, естественно, продолжал общение, и вот замечательное письмо, которое очень точно его характеризует как человека нового времени. Он приходит, чтобы посмотреть на этого новорожденного, и пишет своему другу Юлиусу Фонтани. А в это время Шопен уже тяжело болен, он умирает практически от туберкулеза и, в общем, сила его на исходе. И он пишет, вот он лежал передо мной розовый, голенький и счастливый, а я стоял над ним желтый, высохший и одетый в три пары фланелевых штанов. За кем же из нас будущее? Вот эта фраза, которая никогда не могла быть написана никем из окружения Шопена, никем из романтиков. Такой вот трезвый и ироничный портрет самого себя. Ну вот, собственно говоря, мы сейчас будем слушать произведение молодого Шопена, Шопена, который еще полон всяческих иллюзий и близок был бы миру романтизма, если бы он не сдерживал себя в классических и очень точных нормах. Это гениальный концерт, которым Шопен простился со своим варшавским окружением. Он играл его в тот вечер, когда он уезжал, покидая Варшаву в 1829 году. Он по настоянию своих родителей, своих учителей покидает Варшаву, чтобы никогда уже туда не вернуться. Его фактически отправляют в ссылку, так же, как отправили в свое время в ссылку Михайловская-Пушкина. Потому что понимали, что революционное настроение в Варшаве крепнут, что он, конечно, с его полким темпераментом будет каким-то образом вовлечен в это все, и в общем родители хотели его спасти. В этот момент Шопен играет на прощальном своем вечере, он заканчивает Варшавскую музыкальную академию, он играет концерт, который он написал первым, но который был опубликован вторым, и поэтому у него номер второй, вот тот концерт, который мы послушаем. Удивительно, здесь пророчество мы слышим обо всей будущей судьбе Шопена. И совершенно ясно, что в этот момент он уже чувствует, что на родину он никогда не вернется, и это чувствуется в первой теме, и ясно, что он прощается с друзьями своей юности, что он прощается со своей возлюбленной Констанцией Гладковской, идеальная такая вот была у него юношеская любовь, и она была запечатлена во второй части концерта, которая называется «Романсы», это самое прекрасное вообще, что написано Шопеном, и это можно себе представить как портрет, ну так музыковеды и пишут, как портрет Констанции Гладковской. Ну, в общем, это, конечно, такой вот идеальный портрет юности Шопена. И когда в конце мы слышим эту мазурку замечательную, то мы понимаем, что, в общем, Шопен прощается и с близкими друзьями, с теми, кому предстоит погибнуть вскоре. Ну вот, такой удивительный концерт. Почему же я говорю о классицизме Шопена? Потому что использовал он все формы в этом концерте, которые уже сложились к тому времени, ничего нового он не придумал. Более того, он использовал и двойную экспозицию. Сначала будет, как принято в классических концертах оркестр играть и проводить все темы, а затем только вступит в фортепиано. Он использовал все формулы пианизма, которые были изобретены не им, а были изобретены другими романтиками, например, другими классиками. Например, учеником Моцарта Иоганном Непомоком Гумелем, которому Шопен очень многим обязан был. Или Фридрихом Калькбреннером, замечательным парижским виртуозом, у которого Шопен чуть было не начал учиться в 1831 году, когда приехал туда. Но все вот эти формы, все эти формулы, которые мы можем встретить, рассыпаны вообще на страницах произведений Гумеля, Калькбреннера, Моцарта тоже, Фильда, Крамера и многочисленных композиторов, занимающих промежуточное положение между высокой классикой и ранней романтикой. Все эти формулы у Шопена одухотворены и наполнены каким-то совершенно новым дыханием, дыханием ностальгии и осознанием того, что, в общем, это меланхолия и это прощание не случайно, это прощание на веки со своей родиной. Вот такое произведение мы будем слушать вторым. И очень интересно, что исполнители его, это замечательный ирландский пианист Майкл О'Рург, который прославился как раз своим исполнением ранних романтиков и, в частности, предшественника Шопена, замечательного ирландского композитора, долго жившего в Петербурге и в Москве, Джона Фильда. Вот Фильдовская, наверное, сегодня будет очень ясно, слышно в игре, то есть уравновешенная, соразмерная, ясная и классическая, на самом деле, то, что связывает этот концерт с классикой. Ну и, наконец, третье произведение это знаменитые симфонические танцы Сергея Васильевича Рахманинова. Ну, об этом произведении написано огромное число работ, статей, исследований. Все эти статьи и исследования пытаются ответить и расшифровать каким-то образом загадку этого произведения, расшифровать его программу. Мы знаем, что сам Рахманинов сопротивлялся программным истолкованиям своих пьес, и он говорил так, я хотел написать произведение, которое назвал бы просто «Танцы», потому что первоначально я хотел написать произведение по заказу Фокина «Балет-танцы». Но затем, поскольку это произведение не стало балетом, а исполнялось на концертной эстраде, я назвал его «Симфонические танцы». Вот и все. Название, которое он дал каждой части этого произведения, день, сумерки и полночь, эти названия он снял, потому что он считал, что они слишком сковывают фантазию исполнителя. Когда у Рахманинова спрашивали, что он имел в виду, что он вкладывал в это произведение, он говорил, все, что я хотела сказать, я сказала звуками. Не надо искать здесь вторых, седьмых и двадцать девятых смыслов. Но тем не менее, он не мог остановить, конечно, исследователей. И вторые, седьмые и двадцать девятые смыслы ищут в симфонических танцах. И самые разнообразные трактовки вы можете найти, если вы обратитесь хотя бы просто в интернет и посмотрите, какие статьи написаны на симфонических танцах. От таких довольно умеренных трактовок, так я бы назвала, умеренных советских консервативных, в которых говорят, что вот здесь Рахманинов предчувствовал, предчувствовал, он, собственно говоря, написал это сочинение в 1940 году, когда уже началась Вторая мировая война, когда он жил в Америке, оторванный и отрезанный от Европы и не знал ничего о судьбе своей дочери, которая осталась во Франции. И когда он, в общем, понимал, что весь мир переживает последние дни, так он воспринимал. Ну и вот можно, конечно, трактовать это сочинение с таким историческим и политическим контекстом, это, безусловно, верно. Я встретила такую удивительную статью Грачева, некто Грачев, который истолковывает это произведение исключительно в духе православного канона. Я не знаю, в общем, я думаю, что, наверное, что-то, безусловно, здесь имеет право на существование, хотя меня коробят такие слишком буквальные связи, но совершенно ясно, что Рахманинов, конечно, имел в виду какие-то определенные литургические мотивы, как всегда в жизни он имел в виду и как всегда в творчестве он их имел в виду. А если даже он и не имел их в виду, то, воспользуясь выражением замечательного Аркадьевича Климовицкого, которые как-то его спросили, имел ли в виду Бетховен вот то, что вы рассказываете в симфонии своей. Он сказал, что если Бетховен этого не имел в виду, то имел в виду тот, кто является настоящим творцом его музыки, сказал Климовицкий. Его спросили, боже, значит, на это дело происходило в советские годы, а вы что же, кого вы имеете или вы хотите сказать, он сказал, я всегда его имею в виду, я всегда, когда говорю, я имею в виду его, конечно. Да, но безусловно, хотел Рахманинов или не хотел, это произведение говорит, конечно, об апокалипсисе, так в общем, просто говоря, без всякой православной риторики, апокалипсис. И вначале мы слышим конскую поступь и любой человек грамотный и знакомый с откровением Святого Иоанна понимает, что это четыре всадника апокалипсиса, которые являются перед нами. И не нужно, наверное, вот таких вот буквальных там ассоциаций и буквальных цитат. Если они вас заинтересуют, то обратитесь к этой статье Грачева и вы увидите очень удивительное, подробное, буквальное изложение этого всего. Имел ли он в виду апокалипсис, который разразился во всем мире или в России имел в виду апокалипсис, который начался с приходом большевизма, неважно на самом деле, потому что Рахманин действительно пишет это сочинение, понимая, что оно последнее и понимает, что он должен подвести итог и сказать что-то очень важное. И вторая часть тоже. Представляем ли мы себе образы русского дворянского бала, как пишет Грачев, или просто ностальгию какую-то по-прошлому, по России, которая никогда не покидала Рахманинова до конца жизни, как и всех русских эмигрантов, совершенно ясно, что он выбрал самый лучший способ для того, чтобы передать вот эту боль и тоску, никогда не уходившую из его сердца, это вальс. Воспоминание какой-то о родине связано для него с образом такого воспоминания и вальсового ритма. И, наконец, третья часть, это самая развернутая часть, это центр, драматургический центр, она занимает собственно две части, примерно, ну вот, столько же, сколько предшествующие две части. Это, конечно, последняя битва, на которую вызывает Рахманинов вот этот весь мир зла. И не нужно, наверное, так вот уже прямо конкретизировать, но, в общем, ясно, что заканчивается, чем заканчивается все, в общем, ясно. И последние удары там-тамы не оставляют никакого сомнения в том, что Рахманинов не видит никакого победного конца в конце. Он понимает, что все закончится и больше ничего не будет. Он прямо смотрит вот в бездну, в которую рушится весь мир на его глазах. Есть очень интересная статья молодого киевского пианиста и исследователя творчества Рахманинова, как чуткий музыкант, он реагирует очень хорошо на музыкальные какие-то символы Артема Лиховича. Я вас отсылаю к этой статье. Она очень интересно и увлекательно написана, и она построена, как он называл это музыковедческий детектив. То есть Артем Лихович излагает несколько версий программного содержания симфонических танцев и последовательно отбирает какие-то улики. Он говорит, что на самом деле слишком много улик, как Эркюль Поваро говорил в свое время в своем знаменитом романе Восточный экспресс слишком много улик, мы должны отбросить несущественные улики и найти нечто самое важное. И вот по мысли Артема Лиховича, мне это как раз очень близко кажется, существует многослойность программ, скрытые программы симфонических танцев. И вот среди этих слоев он выделяет несколько и слой западной литургики, и слой православной, естественно, русской какой-то традиции, знаменного распева, и слой восходящий вообще к русской симфонической традиции, к Чайковскому и к Мусоргскому. Меня особенно убеждают цитаты, которые находит Артем Лихович из «Ночи на лысой горе» Мусоргского, с которой начинается весь финал эта цитата из «Ночи на лысой горе». Вот это для меня говорит, конечно, безусловным аргументом в пользу вот этого демонической природы последней части. Музыкант так бы выразил. И цитаты из многих других произведений самого Рахманинова, автоцитаты. А также очень любопытная цитата из музыки к фильму голливудскому мультфильму Тома Джерри написанную. Да, там есть такая замечательная цитата в «Скерце», которую услышал Артем Лихович, и которую он очень убедительно приводит. Он говорит, что вот такое соединение низкого и джазового и инфернального было очень характерно для Рахманинова. То есть есть здесь пласт и современной ему поп-музыки, американской поп-музыки, которую он воспроизводит Рахманинов. Я думаю, что не случайно, конечно. Ну и кроме того, здесь возникают цитаты из произведения самого Рахманинова, из его «Третьей симфонии», из его вариации на тему Корелли, из его последнего произведения для фортепиано с оркестром, «Рапсодия» на тему Паганини. И вот эти цитаты, они, конечно, говорят за себя, как и знаменитая цитата средневековой секвенции Диесыра, «День гнева», которая проходит на все лады, проходит в третьей части. В общем, это, конечно, объясняет очень многое в симфонических танцах, но не объясняет нашего восхищения этой музыкой и не объясняет того отношения, которое испытывал сам Рахманинов к этой музыке. Как вспоминает его жена, он писал симфонические танцы в каком-то неистовом порыве. Он сочинял, не вставал из-за стола письменного до 12 ночи с 6 утра каждый день с кратким перерывом на двухчасовые ежедневные занятия на фортепьяно. Ему надо было поддерживать свою форму как пианиста. И остальное все время он писал симфонические танцы, потому что он понимал, очевидно, что время его на исходе и что ему нужно закончить свое самое главное, самое важное произведение. Премьера российско-симфонических танцев Рахманинова состоялась в 1943 году, уже после того, как Рахманинов умер. И дирижировал Николай Голованов. И, в общем, это произведение с этого момента стало одним из самых любимых произведений в репертуаре дирижеров. И не только дирижеров, существует переложение этого произведения для двух фортепьяно. Его очень любят играть пианисты. Рекомендую вам послушать, если вы когда-нибудь увидите это совершенно замечательное переложение. И, в общем, это действительно такая квинтэссенция рахманиновского стиля и квинтэссенция романтизма, по сути дела, это прощание с романтизмом. И вот здесь, мне кажется, очень уместна параллель, которую проводит Лихович с романом Булгакова «Мастер и Маргарита», который был закончен в том же самом 1940 году. Но судьба его была абсолютно другой. И который точно так же, как симфонические танцы включает в себя огромное множество смыслов и современный пласт, и библейский пласт, и евангельский допласт, и, в общем, историю любви, изложенную как трижды романтическое сочинение трижды романтического мастера. Вот все эти планы мы находим в симфонических танцах. Я очень вам рекомендую почитать статью Лиховича, потому что она действительно заслуживает того, чтобы обратить на нее внимание. А мы с вами будем слушать замечательный концерт и смотреть и радоваться тому, что романтизм не исчез и в 43-м году. Я думаю, что он не исчез и в 2016-м году. И действительно романтизм, как говорил Александр Блок, это по сути еще лишь одно имя и еще лишь одно название для шестого чувства. И оно есть в жизни каждого человека, и оно, в общем, вечно возобновляется. Спасибо.